Сейчас надо идти. Я все представлю, что это школьник и профессиональный дом. Добрый день, уважаемые зрители нашего вебинара. Рады видеть вас на занятии. Надеюсь, вам скажу, что вы видите. Сегодня у нас довольно интересная тема, которую мы хотели, в том числе, опять-таки, каждого. Если вы послали добрый вуз, я думаю, что он будет, безусловно, интересным. А с каждой темой сегодня Машенков Михаил Иванович, доцент актера «Селекция» и «Защита растений». Мы отдали слово. Уважаемые ребята, я расскажу вам о значении плодовых и овощных культур в Китае человека и, в общем, о значении отрасли плодообщей вузы для народного хозяйства. Но здесь необходимо отметить, что плодовые культуры и овощные представляют одни из важных элементов Китая. Потому что, если мы обратимся к нашему рациону, то, в общем-то, всем понятно, что без картофеля, допустим, без лука, без моркови, без свиропы, в общем-то, трудно представить себе ежедневно рацион. Пряный культур и плодовые культуры, они тоже являются очень важными, потому что яблоки, груши, персики, прикосы и прочие культуры очень важны в Китае. И здоровье человека в значительной степени обусловлено как раз наличием в ежедневном рационе плодовых и овощных культур. Ну, вот не так давно, наверное, года три-четыре назад, госпитал главный диетолог, который медицинская наука представляет, и он отметил, ему задали вопрос, почему все же, как бы, в России небольшая продолжительная жизнь. Ну, с точки зрения медицины, как раз является, ну, как бы, недостаточное количество плодовых и овощных культурных процентов. В общем-то, сколько нужно человеку, чтобы для нормального его здоровья, чтобы он не испытывал каких-то проблем с здоровьем, вот, чтобы ежедневно ему потреблять. Ну, в общем-то, где-то в общей сложности 300-400 грамм овощных культур необходимо, и где-то так около 300 грамм то есть ежедневно в рационе человека должно присутствовать. И это, в общем-то, норма, она присутствует в рационе всех людей на Земле, но некоторые потребляют чуть больше, некоторые чуть меньше. Если мы посмотрим на статистику, то, в общем-то, в мире производится до полумиллиарда плодовых и овощных, 40-50 миллионов гектаров занято плодово-вощными культурами. У нас в России полполутора миллиона занято плодово-вощными. Производим мы где-то порядка 14-15 миллионов тонн. То есть где-то получается на одного человека у нас в России около 100 килограмм мы производим овощей и где-то порядка 70 килограмм плодовых культур. Но вообще медицинская норма, она составляет 128-160 килограмм по овощам и где-то порядка 120 килограмм по плодовым культурам. То есть вот тот рацион, который мы определили, он должен включать все сотни грамм. То есть в пределах получается 0-7 килограмм рацион ежедневно. Это должно быть в свежем либо переработанном виде, вареном, жареном или каким-то, либо ином, но оно должно присутствовать. Вот тогда, в общем-то, проблем со здоровьем не будет. Но какие вот овощи наиболее как бы в операции должны присутствовать? Это порядка 25 килограмм. Нажима, конечно, наша основная культура – это капуста. То есть вот белокочанная. Если мы посмотрим на другие страны, то здесь у китайцев это пехинская капуста, то есть она тоже самая. У японцев там цветная капуста и значительная часть европейских, или брокколи, там бруссельская капуста. То есть очень ценные виды капуста. Есть морская капуста. Вот. И много других видов, но это вот они как раз являются основным источником витамина С. Вот. Главного года. Но кроме того, в капусте, особенно цветной, там и брокколи присутствуют. Другие виды – это группа витамина В, группа витамина В. То есть даже вот брокколи, допустим, ее рекомендует как своего рода средство против дистрофии. То есть это очень важный момент, потому что у нас молодежь, она в связи с нехватки белков, особенно растительных, но частично животных, в общем-то она слаба физически и разы. То есть надо заниматься спортом, но для этого нужно вот для построения тела как раз растительные белки. Они содержатся в капусте. Но кроме капусты важную роль также играет лук. Ну вот здесь вот на картиночке вы видите, это естественное заросло, такие, так сказать, лук. Это место, оно находится в одном из районов в Оренбургской области. Дикий лук. Ценный очень видит лук, это лук Анзур. Он, данный лук, он широко распространен в рационе, широко распространен, в рационе народов Кавказа, вот Сигири и его долгожители. Ага. Вот сейчас, ага, спасибо. И таким вот образом, таким вот образом продолжительность жизни вот народов Кавказа, это я вот читал книги американской писательницы Гарб, там достигает 100-120 лет и даже есть долгожители которых 150 лет. И вот жители Сибири, староверы, староверцы, они обязательно заготавливают большое количество вот как раз именно молодых вот этих вот ростов лука. На них вращают огороди, вот дикой природи, кстати. Лук он, его еще черемша называют и медвежий лук. Вот. И таким образом, вот, это повышает иммунитет. Чем он целен? Ну, у него содержится порядка двух граммов витамина на килограмм. Вот. Это очень много, то есть норма 70 кг. Но давно есть исследования, которые показывают, что если в рационе у человека достаточно количества витамина С природного, несинтетического, то есть в таблетках, если вы будете потреблять витамин С, ну, он чисто такой, как плацебо играет. А вот именно натуральный витамин С, он оказывает положительное влияние. И иммунитет, и вирусные болезни, и прочие виды болезней, они отступают. Но иммунитет человека напрямую зависит от содержания в крови красных крыльевых телец. Содержание красных крыльевых телец зависит от потребления зеленых овощей, салат, шпинат, там, укроп. Вот. Значительно зависит он от потребления свеклы, допустим, той же самой красной свеклы. Она, конечно, не всем нравится, но я помню, в студенческие годы у нас столовый агрофагм всегда присутствовал в достаточном количестве различных видов салатов, и среди них достойное место занимался его. То есть это обычно ее, значит, очищают, моют, на терочке натирают, и со сметаной, либо с майонезом, либо с посолочным маслом является очень хорошее питательное средство. Поэтому иммунитет, он зависит от количества сырых овощей, либо продуктов питания, которые мы потребляем в сыром виде. А вот овощные культуры мы, конечно, можем потреблять и в свежем виде, можно и в приготовленном виде, но ценно именно вот те, которые не подверглись нагреванию. Потому что при нагревании происходит потеря где-то значительная, ну, до половины витаминов теряется. Вот. Но свекла чем хороша? Вот свекла, она является источником бетаина, и ее в одно время даже в армию специально таблетки, вот, в рацион солдат добавляли, которые именно содержали этот вот такой ценный фермент. Он позволяет повысить иммунитет, противостоять тем стрессам, которые, в общем-то, присутствуют в службе, в работе солдата. И, в общем-то, в питании, особенно молодого организма, да и организма любого возраста, необходимо ежедневно, чтобы свекла присутствовала. Вот. У нас область, она, как бы, имеет определенную тенденцию к тому, что желудочные заболевания присутствуют. Вот, чтобы желудочных заболеваний не было, именно в рационе она играет важную роль. Ну, кроме свеклы, свекла, она 10-12 кг. Мы должны выделять внимание, конечно, и другим овощным культурам. Вот. Ну, на сайте можете найти, в общем-то, там полистать, там все овощные культуры представлены. На некоторые я обращу особое внимание. Ну, это, прежде всего, что лук, вот, лук 10-12 кг, средний, а здесь 16 кг, потребляет даже 18 кг. Медицинская норма. Но можно его, лук потреблять и в свежем виде. Это самый лучший вариант. Можно и вот при жарене мы его, когда картофель там готовим, супы, и обязательно обжарим. То есть, представьте себе картошку без лука, она вообще будет невкусной. Поэтому лук очень уважен. Но очень ценный лук, он как зелень. То есть, вот, когда мы его берем луковицы, ставим там в контейнер какой-то для врачей рассады, немножко туда увлажненное, как подстилочек такую, и раскладываем эти луковицы, оно начинает расти, и в течение 2-3 недель можно получить вот такую же зелень, как вот на этой картиночке, но уже дома. И для этого можно вот каждый месяц вот так вот луковицы закладывать и получать массу зеленых листьев приблизительно равную массу лук. И вот если вы это будете делать, и ежедневно в салатике у вас будет это, то вам не спрашивают никакие вирусы там А, А, Б и так далее. То есть, это очень важный фактор и стимулятор имплитета. Но есть овощное растение, оно как и цветковое, и хиноцель, оно как и умунам, даже лекарственные средства, вот ставим таблетки. Поэтому, в принципе, может быть цветковое растение, вот это вот, оно овощное, в салате используется, можно выращивать, потом высушивать и их вот добавлять как-то, ну источник именно вот именно симулирующих таких вещей. Но нужно кроме потребления, конечно, вот овощей, также и закаляться, заниматься спортом, вот, и все вот в кокосе, ну и позволит вам иметь хорошее здоровье. Конечно, вот наш агрофаг, он готовит специалистов в ЦИРО, широкого такого профиля, и по растеневодству в ЦИРО, на растеневодство она включает плодовощеводство, вот, и там элементы землетелия, агротехники, вот, и практику мы проходим, у нас есть базовое хозяйство по овощеводству, вот, типичные комбинаты там в дружбе, это агроиндустрия. Также можно проходить практику плодоводства станции садоводства Виноградовского. Кроме того, у нас еще есть по цветоводству агроферма «Атена», которая занимается в Раши, различных элементов цветов. И поэтому база очень хорошая при желании, если у человека есть стремление освоить агрономию, потому что будущее все-таки, я считаю, за тем, что население земли будет возрастать, и сейчас около, то есть в 80-м, оно было 4,5, сейчас около 6, но в 20-м, оно уже будет на четверти даже более выше. Поэтому проблема с продовольствием будет обостряться, и я думаю, что потребность квалифицированных специалистов, которые способны получить хороший урожай в сельскохозяйственном культуре, будет только возрастать. Ну и, кроме того, конечно же, кто связан с хлебом, он никогда голода не будет делать. Поэтому данная специальность является как бы всему головой. Если мы больше будем потерять внимание сельскому хозяйству, мы будем продовольствовать независимой страной, мы будем очень сильной страной у нас. Будут здоровые люди, и здоровым, как мы сели, будет здоровый дух, и у нас все проблемы будут решены. То есть это очень важная жизнь. Ну вообще надо сказать, что овощеводстве и плодовольствии это отрасли, которые очень материалы, наверное, емкие. И, допустим, если мы возьмем обычные культуры, которые говорят в рашке, агрономы, это пшеница, там, и чинение, львы, там, провозки, речи и так далее, они, как правило, у них технологии, они сходные, и, в общем-то, и многоемкость их, материалоемкость где-то в 40 раз меньше. Если мы возьмем отдельную сельскохозяйственную культуру, здесь, конечно же, затраты существенно возрастают. Ну, например, можно привести такой, допустим, на культуре моркови. Вот только уборка, эта культура, занимает порядка около 1000-1200 человек в число. То есть это очень сложно. Вы будете 5 месяцев если один человек убирать этих механик. Но есть тех, которые позволяют это решать. У нас Ростсельмаш, есть такое предприятие, которое выпускает компании по всем ним овощных культур. То есть можно заказывать и, в принципе, механизировать. Ну, я как-то вот на практике студентом Тимиряевской академии. Вот, вот она училась там еще. И вот мы были в Приднестровье, Приднестровье сейчас республика, это бывшая Молдавия. И там мы видели вот эти гигантские поля, которые заняты садовно-культурно, значит, сады, сад гигант, которые 10 тысяч гектар занимают. Овощные поля несколько тысяч гектар. Ну, там все было механизировано. То есть труд использовался, конечно, ручной. Ну, в общем-то, он все равно был частично механизирован. Ну, мы вот участвовали в чем? Допустим, чисто ручная такая работа, выборочная уборка семенников лука. Вот инструменты водообочного факультета соберялись в академии. На практике там набирали, а дальше механизировали. Кроме того, еще вот выборочно там собирали перец. А так, вообще-то, все, есть машины соответствующие, которые позволяют сразу полностью убрать, механизировать. Вот лук. Там я видел машину, которая занимается уборкой лука. Вот лук, так же, как и морковь требует тоже порядка тысячи, тысячи двести человек в часов. И если использовать комбайн, то можно, в принципе, за два часа, а тем не торопит. То есть, вы представляете, два часа или тысячи двести. Будет мобильнизация. То есть, очень важный такой аспект. И он несложный комбайн, в общем-то, он и недорогой по сравнению с импортной техникой, которая, в общем-то, выступает и власти. Я думаю, если бы государство, наверное, поддержка была бы направлена, то, чтобы поддержать завод «Россия-Маш». И в этом случае мы могли бы поднять его вообще в целом. Более механизации полного ручьего. Ну, у нас есть хозяйство, конечно, передовое, которое полностью механизировано. И примером является в Уоленборской области агрофирма промышленная, там около 300 гектаров. Там все процессы механизированы. Есть комбайн и сиренки пневматические там. И все, в общем-то, и проколка, там брушная она отсутствует, и уборка вся механизирована, и хранение очень хорошее. То есть, все продумано, начиная просевывать уборки, вот до магазина. Есть агрофирма Краснохолмская, там тоже есть значительная часть плодовых овощных, даже больше, чем агрофирма промышленные. Там у них и плодовая культура. То же самое есть хранилище, теплицы есть. То есть, они, если промышленная, она, когда посев такой сразу высевает в открытую, там вот кассетная технология вращения в рассаду и высадка, и потом, она позволяет получить более ранний урожай, в те сроки, когда еще, в общем-то, при семенном посеве отсутствует, на рынках продукции. Ну, у нас значительная часть количества продукции, конечно, заводится из стран СНГ, вот из других регионов. Вот этот код, он был экстремальный. Вы сами знаете, очень высокие температуры. Причина этого, это, конечно, изменение климата, с другой стороны, это вмешательство, конечно же, человека. Вот, может быть, здесь мы еще недостаточно все знаем. Но когда разберемся, конечно, мы научимся противостоять этому, и технологии будут завершаться. Например, страны арабского мира показывают, что там Крым еще жестче, там жара постоянная под 40-50 градусов. Возьмите, арабские коммера, или же, возьмите, то, что Кунистан, или Египет, или, в общем-то, Сирия. Ну, они, в общем-то, успешны. Израиль выращивает овощную культуру в этих условиях. Те культуры, которые, как бы, они требуют более низких температур, то есть, они стараются прокладывать в период водных выращивания, эти, которые более жароспытные. Вот, в период экстремальных температур, применяют такую технологию, чтобы компенсировать тот дефицит энергии, которой необходим растению. Его потерю, следствие, вот, избыточной транспирантской. Вот, капельный полив применяют, локальное внесение там удовлетворения. Таким образом, за счет этого, они способны получать хорошее урожание. Я вот как-то, лет назад столкнулся с тем, что, оказывается, у нас в Астрахани, вот, область находится, в общем-то, в условиях особого, жаркий климат, там, ну, там, бахчевку, которая преобладает. Однако, они успешно выращивают, как тут. Вот, допустим, там, вот, сорт такой имбала, вот, он наиболее скороспелый, такой сорт, они два урожая под его получают. Ну, не только этот сорт, другие сорта гибриды выращивали. И вот, при раннем весеннем посадке они летом реализовали урожай, получали 70 тонн товарной продукции и порядка 30 тонн второго, я по-моему. То есть, ну, вот это 30 тонн второй оборот, то есть, после сборки первого. Первый они реализовывали на продажу, а второй уже шел на врачки семян, вот, для себя и на продажу. И вот около 100 тонн получали. Понимаете? То есть, это очень такой важный аспект. Это говорит о том, что и у нас в области тоже, в общем-то, пример фирмы Краснополская показывает, что 300 центнеров картофеля при обычном технологии врача, тут, конечно, там, при орошении можно получать. А вот у студента, детурница у меня, которая записалась, она Шеремет Анастасия, она позапрошлым году ездила в Тюменской области, там есть хозяйство, там полторы тысячи гектар, вот, занято картофелем, и они получают по 600, по 700, по 800 центнеров, то есть, это 60-80 тонн, и даже в один случай 100 тонн с гектара, это, вот, вполне реально. И вот в этом году, вот, благодаря тому, что технология отработана хорошо у нас в Тюменской области, а вообще, надо сказать, что мы специалисты, кто готовит для всех эти ом, то есть, они могут работать, и вот мы раньше, агрономические вот это, он выпускал, и для Томска, и для Омска, и для Тюменской области, и наши ребята, и на Карчатке работали, и на Украине, и там, и в Казахстане, и везде работали, а сваливались, и те эти республики, и таким образом, вот, работали в различных регионах, то есть, готовили специалисты в широком курсе. И вот в этом году мы, вот, нашу область закупала, конечно, картофель вот из, как бы, из других регионов, но я думаю, что мы, в общем-то, придем к пониманию, как бы, в таких экстремальных условиях, в совершенстве технологии, вот, получать нормально, уважая картофель. Но здесь самое главное в картофельке, что происходит, вот, при такой жаре, температуре свыше 28 градусов Цельсия, происходит израстание, картофель, он большое количество влаги тратит на дыхание, и на трансфирацию, и вследствие этого, конечно, залируется формирование урожая. Поэтому здесь выход, как бы, нужно, прежде всего, выходить на более ранние посадки, вот, и яровизированные, конечно, клубни, чтобы формирование происходило более прохладное время, в то время, когда в природе напряженность температуры ниже. Может быть, именно посадка и яровизированные клубни более поздние сроки, когда август у нас более прохладен, то же самое позволят такие сорта, как имбала, там, или немский, получать более ранний урожай, точнее сказать, получать поздний урожай картофеля, но избегать вот этих вот таких экстремальных температур. Ну и, конечно же, по плодовым культурам у нас сумма активных температур превышает 3-3,5 тысячи градусов, и за счет этого мы можем выращивать практически все культуры, даже те, которые выращиваются в субтракическом полисе, и, казалось бы, можно и цитру свою выращивать, да? Ну и мы давайте с вами, наверное, вот дальше полистаем, и по технологии немножко я остановлюсь. Так, здесь у нас вот, давайте так вот я пойду, а там дальше, а другой полочек потом как-то будет, а где там, вверх-вверх, вверх-вверх. Ну ладно, переболжаем. Ага. Так, ну вот, более увеличенный размер лука анзора здесь вот показывает. Так, сейчас дальше, дальше, дальше. Так, вот это, да. Так, сейчас закроем. Ну это разные сорта здесь, которые, в общем, хорошо хранятся. Вообще, если говорить о луке, то лук, лук, он, лук, он в нашей области наиболее подходит для врачей, лук-стребуновский, мессоновский сорт, а так вообще любые гибриды, они формируют выровнение, такое урожай. Вот, особенно отработаны технологии вот, агроферма Краснохолмская, вот, и агроферма Промышленная. Вот, ну вот у нас специалисты, как бы, по луке, вот, если в России сейчас, это Хокарева, такая есть Валентина, Семьевская, один, она даже написала монографию по лукочной культуры, вот, в 2008 году, это такая свежая книга, которую можно более подробно посмотреть. Ну, дальше давайте вот посмотрим, вот, тепличное, тепличное растеневодство, вот, что здесь у нас, что здесь у нас присутствует. Ну, вот здесь показаны обычные темницы, ангарные лампы, которые позволяют выращивать овощные культуры в условиях недостатка света, то есть это современная технология, вот, они отличаются тем, что у них очень высокая КПД, то есть обычные лампы накаливания, они имеют 3-5% всего, процент полезного действия, то лампы дневного света имеют где-то 80-85, и срок службы не достигает 10 тысяч часов, то есть в этом плане это очень хорошие светильники, долговечные, надежные, вот. Ну, здесь разные типы датчиков, вот, и показана вот культура в контейнерах, это цветущие культуры, вот, наподобие гвоздики, здесь видно, вот, они используются, вот, фирма Диантос, вот, в другом ракурсе, так сказать, видно, что в контейнерах находится ретельная смесь, имеется трубопровод с капельницами, который, вот, продает, видимо, каждому растению. Вот, то же самое в разделе в этом виде. Но, вот, дело в том, что вода не всегда соответствует качеству, которое применяется в теплицах, и используются в установке отъяснения. Ну, как я рассказывал, главный гвоздь, гвоздь Диантос, мы столкнулись с тем, что, допустим, зимой они, вот, осуществляют политику, потому что культура оборота начинается с января месяца, и, в общем-то, практически круглый год, а весной начинается вот баба, и, в общем-то, идет все нормально, а к лету, значит, такая проблема, если к лету. Оказывается, вода грунтовая начинает, точнее сказать, они не опресняются, наоборот, засоляются. И вследствие этого у них, вроде бы, все они по нормам, все удобрения и воду дают, а оно начинает, как бы, нарушаться физиология. И вот они искупили специальную установку вот этого опреснения. Она позволяет получить вводу необходимого стандарта, в который можно будет добавлять необходимые питательные вещества, и таким образом проблемы с этим они решили. Ну вот она тоже в другом вот эти представлены, хорошие установки. Вот она, внешний вид ангарной теплицы, вот, она около тысячи квадратных метров стандартных теплицы. Ну, беру средний около восемнадцати метров, соответственно, на шестьдесят метров. И, в общем, получается как раз около тысячи квадратных метров полезных площадей. На территории, видите, здесь вот вдоль теплицы проходит как раз теплотрасса, то есть они обогревают эту теплицу. То есть зимой в теплице, несмотря на то, что температура наружу может быть минус 30, минус 40 градусов, ветер весный, температура всегда должна быть оптимальна. То есть, ну вот для огурца в ночное время, допустим, плюс 18, для томата плюс 17, а дневное время она должна быть 21-25 градусов. Поэтому подается тепло. Но тепло в настоящее время, оно очень дорого, потому что цены, они мировые уже практически у нас, и поэтому стоимость одного квадратного метра обогрева защищенного, оно достигает 2,5 тысячи рублей. То есть вот дельные калории, они стоят уже почти 1300 рублей. Это очень дорого, и поэтому необходимо принимать все меры к экономии энергоресурсов. Но для того, чтобы экономить, вот боковое ограждение теплицы, его закрывают пленочкой. Иногда делают двойное остекление, вот, промазывают вот эти вот пазры между стеклами и ЧПОС, вот, вентиляционные короба, все закрывают. И таким образом, в общем-то, позволяет экономить до 30-40% тепловой энергии. Ну, в Голландии, вот, страна, которая наибольших успехов достигла тепличной учебности, в них применяется технология, которая позволяет сократить до минимума в Голландии. Используют специальные стеллажи, используют с контейнерами. Вот. Так, ну, сейчас дальше я снимаю, посмотрю, что здесь у нас. Контейнер. И скрывает пленкой сверху даже, светоотражающей. Это позволяет вот таким образом, таким образом, экономить процентов 60-70 энергии. Ну, вот, посмотрим, давайте томат в теплице. Здесь как раз вот некоторые элементы этой технологии. Вот. Показано. Ну, вот показан томат. Видно, что, конечно, растение не идеально, но это причина, вот, механические повреждения, даже сейчас не посмотрите, более, вот такой вид, более приятный. Видно, что растения где-то месяц после посадки, они находятся вот в контейнерах. В каждом контейнере там проледены полиэтиленовые трубочки, скатываются. Они подвязаны растениям к шпалере. Вот. Их постоянно, вот, опыляют, то есть за счет вибрации шпалера. И вот эти вот кисти, когда они нормально формируются, где-то потеря плодов культуры. Вообще, надо сказать, что вот наибольшего успеха в этом добились те же голландцы, датчане, вот, в Дании. Ну, самый крупный, статистический комбинат, около двух тысяч гектаров. У нас в России самый крупный комбинат, это вот Белая Тача, там, Московский, у них где-то 200-250 гектаров. Там наш коллега работает, Король, Валютин Игоревич, Гамыш Сергей Хвёдович. Он упускает, кстати, специальный вот такой вот журнал, который называется Габриш. Здесь, в общем-то, представлены и технологии выращивания. Есть и сама картиночка, и содержание. И вот все сорта, которые выращиваются по 50% рынка семян для защищенного грунта, это как раз обеспечивает фирма Габриш. Но я в свое время тоже проводил скрипт гибридов данного автора, очень продающийся гибриды. Он ученик Верман Иванович Тараканова, который в свою очередь ученик Виталий Иванович Эдельштейн, академика, героя социального дару. Его книга переведена на несколько десятков стран мира. Он являлся одновременно сотрудником как бы нескольких академий мира, и в Неворске, и европейской. И его ученики работают во всех, в общем-то, странах в Западной Европе, в Восточной Европе. И надо сказать, что фирма Габриш – это одна из процветающих фирм, которая в настоящее время уже даже на вакте сельца от голландской фирмы, в общем-то, отмечает то, что они начинают их даже теснить. Они и в Турции, и в Израиле, и в Арабских Эмиратах представлены семена этой фирмы. Очень хорошо процветающие, перспективные. Дальше здесь у нас видно теплица. Внешне, значит, линеется место для того, чтобы рабочая зона, где рабочие проходят по этой дорожке и ухаживают за растениями. Там вакон требует постоянного ухода, потому что в пацанке образуются боковые побеги. Но есть гибрины, которые ограниченно подберут пацанки, а есть, которые, в общем, постоянно их вот гонят. Если их не убирать, то боковые побеги заберут все питательные вещества. И, кстати, из-за этого вот масса боковых побегов – это потеря урожая, которая пошла бы на формирование соцветия. Но есть гибрины, которые прормируют плоды небольшой массы, есть, которые, в общем-то, достигают 300-500 грамм, вот как риск, он есть такой гибрид. Вот. Ну, есть очень перспективный гибрид «Аркатрас», который вот фирма «Габлиш» сейчас вот в тех же, там, в Малой Азии, там, в Сирии, там, в Израиле подаёт до 40 до 50 килограмм. Это очень хорошо, кстати. Вот. А вообще, так, потолок у томата он ещё не обнаружен. Максимально где-то 70 килограмм, а вот профессор Абашков из Петербурга он даже 280 килограмм. Но это, правда, хитатроник. Там создаются все условия для того, чтобы в растениях не испытывали никаких проблем. Ну, вот показан сам степель томата. Вот видно, здесь он капельный, спокойно. Как раз вот растение свободным узлом подвязано. Вот. Вот. Это вот гибриды первого поколения. Они формируют наиболее высокий урожай. Вообще гибриды первого поколения. И плодоводство, и овощеводство, и растеневодство, они наиболее продуктивны. Но если мы начинаем с плод гибридов второго поколения, то в этом случае урожай не спадает на половину, и более того, потому что происходит расщепление, и в итоге вот эта сложная материнская форма, которая образуется, она очень пёстрая, а не полустойчивости болезни, одновременно с формированием урожая не вырваны. И селекция, она в очеводстве, там плодоводстве, растеневодстве, она направлена на то, чтобы получать вначале выровненные линии, они так правило самопыленные, и потом вот в результате получения выровненных линий, их потом в течение нескольких лет будет выравнивать при самопыленной, а дальше потом скрещивают и получают гибриды первого поколения, которые дают очень хорошие выровненные растения. Но даже несмотря на наличие гибридов в первом поколении, я вот наблюдал, в теплице некоторые элементы не вырваны. Они, конечно, меньше, чем в открытом роде, на обычных сортах, но всё же голландцы вот пошли даже по такому пути, они применяют микроклонарное разложение, то есть берут растения, допустим, наиболее продуктивные гибриды, и потом их на питательной среде, на агрезированной среде получают потомство и его размножают. В этом случае можно ещё где-то, наверное, на треть, а то может быть и полтора раз увеличить продуктивность тепличных овощей. А тепличная овощевозка, это, конечно же, огурец в первую очередь, вот у нас в России вот 70%, томат где-то порядка 30%, если в Европе, то да, наоборот, 70% томат, 30% огурец. Такая вот тенденция. Ну, огурец у нас в технологии хорошо отработанной, поэтому, как правило, результат бывает всегда лучше. У томата проблема в том, что вот первые кисти у него часто упадают из-за того, что отсутствуют насекомые отправители, а вручную это лепость послужим. Ну, вот, например, даже этой кистью видно, вот три плода сформировались нормально, вот этот вот плод он как-то слабо растет. Это говорит о том, что, ну, он не вырастет уже обратиться, его называют аганомом куфиком, он нехватка регулятора просто. Это гормоны, как гиберелин, как правило. Ну, и голландцы, что они даже пошли на то, чтобы гиберелин оборабатывать соцветий, таким образом плоды нормально развиваются, они часто бывают партенокарпические, то есть семена не образуются, но плод нормальный по массе. Ну, обнаружить такие плоды можно так вот, то есть на рынке, когда вы берете, его разрезаешь, а внутри немножко темное такое пятно, вот это признак как раз вот использования регуляторов роста. Но вообще лучше регуляторы, если по большому счету их не использовать, нужно биологизировать технологию выращивания, предпочтение отдавать именно в природе самой, потому что вот есть гибриды партенокарпические, а есть и обычные пчелы, или насекомые палеи, они считаются лучшей болезнью для здоровья, вот, они вообще раньше формируют урожай, допустим, и, но пчелы работают по томатам, допустим, они не очень хорошо, и для того, чтобы решить этот вопрос в настоящее время используется шмелить шмель, то есть это колония шмеления, ее специально разводят по специальной технологии, вот, называется он не улей, а бомбонарий. И вот его ставят в теплицу, если обычно на тысячу квадратных метров один улей помещают, то на, вот, один бомбонарий, там около тысячи особей, вот, хватает на 4 тысячи квадратных метров. Ну, вещь, конечно, дорогая, вот, стоимость одного такого бомбонария, она такой до 40 тысяч рублей. Ну, дело в том, что результат бывает высокий, вот, представьте себе, первый урожай при отсутствии опыления, он может быть потерянный, этот урожай может составить и 3, и 5, и 10 килограмм, а один килограмм теплицы – это 100 центов. Учитывая, что стоимость продукции, видите, как затраты, так и те же самые, получаем 300, 500 и, дополнительно, центнерах и без гектара, и в итоге получаем дополнительную прибыль. Это как раз, как раз позволяет решить вопросы компенсации затрат. Вот. Так, давайте посмотрим, что дальше у нас. Так, обязательно достанем. Ну, и дальше я хотел бы вам показать еще другие культуры, такие у нас здесь можно в теплице выращивать. Вот это лилии в теплице. Это фирма Диантус, вот она занимается врачом-светочным культуром. Надо сказать, что это очень успешно процветающая такая фирма. По городу, вы наверное, видели, по нашим городам их не представительство, и там представлены все цветы. Ну, и вот луковицы они закупают напрямую в Галатии, привозят около, наверное, на 40-50 сортов разных вот линий, там, тюльпанов и так далее. И потом вот их высаживают по сортам, технология отработана. Вот. Грунт такой, который позволяет перелегать развитие инфекционных болезней, то есть бактериальных там, или же грибных. И растения все формируют очень нормальный цветок. Вот. Ну, вот видите, внешки как выглядят, высаженные уже где-то недели через 3-4 после посадки растения. Вот так вот вся теплица ангана и выглядит. Ну, а чем ценны вот все же лилии, то, что они высаживаются заглушенно, да, и они короткий период лилии, то есть где-то там месяц-полтора требуется на вымотку. Таким образом вот теплица освобождается, и потом можно их занимать либо повторно лилиями, либо какими-то другими культурами, вот, либо мощными культурами, и рентабельность производства взрастает. Кроме того, лилия — это культура неприхотливая, для нее не страшны даже, в общем-то, некоторое снижение температуры до десяти там градусов. В общем-то, единственное, что произойдет некоторая задержка в формировании соцветия, герративного развития, а в целом растения не погибли. Ну, вот здесь вот более близкий формат, видно, как растения красиво выглядят. Вот созданы все для того, чтобы они нормально формировались соцветия. Ну, вот секты там находятся, видно, что она для чего нужна? Для того, чтобы растения не… они же растут, чтобы они не накладились, не упали, чтобы их свинку хватало. Вот эта технология, она отработана хорошо как раз в данной графике. Ну, для того, чтобы, вот я уже сказал, не потери тепла уменьшат, вот боковое, боковое ограждение из пленочки, оно позволяет экономить. Потому что необходимо обязательно учитывать приход тепла, его расход и давление там, оно позволяет определять по прямой и обратной температуре воды и количеству кубатуры, которая проходит, посчитать только расход тепла. То есть у них есть оборудование, которое очень фиксирует. Вообще, надо сказать, что Оренбургская область, она находится благоприятно и по световым условиям для тепличного ущербства, и по источникам энергии. Вот в свое время, когда у нас была плановая экономика, в Оренбургской области планировалось построить порядка 400 гектаров теплицы. В 2000 году проект как раз должен был осуществиться. Но, к сожалению, вы сами понимаете, каким причинам этот проект не осуществился, и в настоящее время мы имеем защищенного грунта в зимний период зимней теплицы не более 15 гектаров. Но некоторая часть вот защищенного грунта присутствует у нас. Вот в весенне-летний период мы, когда выезжаем на Ирекскую трассу, там, на Савелевскую, то наблюдаем, что по бокам трассы, там, есть пленочные укрытия. То есть это временные пленочные укрытия. Они используются для получения разной продукции. Используются специально нагревые, там, все эти полные пленки, которые накрывают плотно вот на месяц, на полтора, пока не начнется формирование урожая. Потому что она позволяет растения дышать и сохранять влагу. И таким образом, в общем-то, формируется очень ранний урожай. На месяц, может быть, и, наверное, два раньше. То есть очень весьма ценно. За счет этого, конечно, цена реализации продукции вырастает. Но вместе с тем, рынок, он подвигает остальных. То же самое двигается в этом направлении. Если у нас будет достаточное количество членов грунт, то есть если мы дойдем до 400-500 гектаров, даже 1000 гектаров, мы только поставим жигу лучше. Вот. И надо сказать, что область позволяет выращивать овощные культуры не только в тиблицах, но и в открытом грунте. В открытом грунте это рассадная культура, по некоторым видам безрассадная, такие как огурец, там холдостойкая культура. Вот. Но мы не одни живем. Вокруг нас в области, который нуждается в овощах, мы этот резерв должны использовать. Допустим, вот Сибирь, Урал, там, северо-запад России. Там невозможно выращивать бакши культуры. Если их начнешь выращивать, то это будет очень трудноемко и затратно. И поэтому вот это вот нужно использовать. Здесь выращивать и организовывать именно контракты, заключать, чтобы поставлять в Якутию, допустим, там, или на Дальний Восток, или Ханты-Мансийский, Тюмень, то есть везде. Это, конечно, нужна государственная программа, такая вот поддержка, чтобы и одновременно и фермеров поддержать. Вообще надо сказать, что сейчас плод овощеводство, оно больше сориентировано на частности. Если раньше мы 80% это были, как правило, государственные предприятия, то сейчас это, как правило, ну, как сложная структура, но чаще всего это фермерские хозяйства, 82% плодовой и большой продукции сосредоточены в руках части. Вот. Ну, кроме того, это плод овощеводства, это, конечно же, и садовод, и огородники. Вот, если мы вот возьмем население наше и представим, что у каждой семьи есть свой садовый участок, почти в каждой семье, то поймем, какие площади, в общем-то, занимает садоводство и огородство. Поэтому необходимо поддерживать, в общем-то, городские власти поддерживают, я знаю, что и Оскар, и Мудри, вот, в летний период поддерживают именно дачи, выпускают автобусы. Ну, нужно это, конечно, полностью, может быть, расширять, может, какие-то закупочные кооперативы организовывать, чтобы стимулировать вот это вот производство, потому что, в частности, это является большим источником и плодов, и ягод, и вот, и овощей. Если будем закупать, перерабатывать, развивать консервное производство, то вот это можно было бы значительно отказаться от закупки, допустим, тех же, вот, и возы по более высокой цене, потому что транспортные расходы из Средней Азии, там, из Кавказа, вот, это очень такой важный ресерв. Поэтому необходимо в Оренбургской области расширять. И тепличное овощеводство, конечно же, и надо развивать и фермерство, вот, как источник, вот, вот, такого перспективного направления. Картофелеводство, бахчеводство, вот. Вообще, надо сказать, что в разных странах это, имея государственную поддержку, вот, в странах, допустим, если мы возьмем, прежде всего, двадцатки, или лишь там, семерки, допустим, Соединенные Штаты Америки, Попейский Союз, то там вообще политика такая на поддержке крестьян, потому что техника, вот, семена, удобрения, они дорогие, и, в общем-то, они специально поддерживают своих производителей, чтобы быть экономически независимыми. Ведь ситуация-то, она может быть разной. Вот, Европейский Союз, он, прежде всего, обеспечивает самих себя, они, конечно же, помогут в политической ситуации, если не будет не хватать. Власти у них хватать не будет, тогда, конечно же, вот, в этом году, видите, не урожай пшеницы. Вот, необходимо, вот, создавать резервы, вот, и, вот, видите, как в Казахстане тоже не урожай, или на Украине не урожай. Поэтому, необходимо, может быть, не на один, вот, создавать, а на два, на три, потому что, может, такие условия сохранятся. Поэтому, продовольственная проблема, она требует решения, вот, усилия всех государств, и ученых, и, вот, специалистов подготавливать надо, чтобы технику шире, широко, перспективные сорта и гибриды, технологии, которые позволили получать не, допустим, не 10, 20 центнеров, потому что, если даже больше, ну, потому что, допустим, в Краснодаре там получают иногда и 100, и 150 центнеров, и у нас 40-50. Вот, я помню, у нас вот, герасиментка такой, Андрей, он в своё время был аспирантом, и всё-таки учил нам, что он предложил вариант подготовки семян перед пассивными замачками, то есть, вот, в проточной воде. И вот он приводил эксперимент, что если обычные просы, там, по обычной технологии дают, допустим, 20 центнеров гектаров, то, благодаря вот этой технологии, можно в два, у вас полный раз увеличить. То есть, вот, вроде бы, простая вещь, да? Но, правда, семена, перед тем, это очень трудоёмко, их надо высыпать, немножко подсушить, высыпать серку, но, в целом, очень хорошая технология. То есть, мы раньше начинаем сформироваться вегетативные органы, генеративные, и, соответственно, создаются более благоприятные условия. То есть, КПД фотосинтеза повышается. Но солнце нам дает очень много тепла. Если так посчитать, вот, у нас говорят некоторые ученые, два килограмма этих фотонов падает на каждый квадратный метр. То есть, они, вся энергия вот этих фотонов, она переходит вот в ватты, где порядка двух киловатт. Энергии в среднем падает, в зимний период, правда, меньше, но 100 ватт. Но КПД всего одна, где-то один, три процента. То есть, только мы, вот, одну тридцать третью, там, одну тридцатую часть энергии, вот, можем максимально, такой, с амфетатронов использовать. А все остальное у нас пропадает. Но есть растения, которые с максимальной КПД, я вот читал, есть арома, такое растение, оно из семейства золотой. В Волгоградской области, одними, по полунице, местами высаживания, достигает 5000 сетнеров с гектаром. То есть, гигантский урожай. Но дело в том, что овощные культуры могут давать большие урожаи. Вот, я помню, в 84-й год мы выращивали морковь на площади 100 гектаров овощевой. Это было большое овощевольское хозяйство. Там около 550 гектаров было занято овощными. И вот со всей этой площади, представляете, получили где-то биологический урожай около 150 тонн, 1500 сетнеров. По планкам всего где-то порядка 220. То есть, мы все в раз приписали план по урожайности. И куда девать? Ну и вот один план загрузили, второй план, третий, четвертый. А дальше хранилищ не хватает. То есть, согнулись с тем, что продукт-то некуда девать. Так бы вот ее произвел один год, а потом, может быть, остальное время бы отдыхать и хранилища такие создать. Но, к сожалению, хранилищ у нас и сейчас не хватает. Правда, есть, я знаю, что строятся программы, есть на расширение таких площадей. Вот. И вот эту морковь потом предлагали по одной-какейки килограмм. Но сейчас она морковь, конечно, больше 30 рублей. То есть, представьте себе, вот с каждого квадратного метра получили 15 килограмм моркови. Это вот потенциал этого растения. Но вообще потенциал он гораздо больше. Рейпорт Геносова в Японии один специалист получил корнеплод моркови, который массой 10 килограмм. В один корнеплод только. То есть, вот получается уже по одному корнеплоду вырастешь уже тысячу центнеров в гектарах. То есть, потенциал у моркови огромный. Если мы лук возьмем, то луковица всегда 3,5 килограмма. А так, есть вот гибриды, которые сорта там по килограмму дают. Вот, эксидишн есть такой гибрид, который, в общем, дает крупные луковицы. Каратальский сорок по 600-800 грамм дает в условиях Оренбургской области. То есть, где-то 20-25 растений и уже выходим на 2,5 тысячи центнеров. Вот ростовские репчатые по обычной технологии может давать немного зачатку и там 6-10 луковиц, полторы тысячи центнеров. Но средняя урожайность лука по обычной технологии, она обычно небольшая, где-то 100-200 центнеров. Но это обычная технология. То есть, если мы используем интенсивные факторы, рожжение, удобрение, то можно на порядок выше. Я говорю студентам, вот возьмите 2 гектара моркови и вырастите растатым способом. Хотя я вас сами не вращаю. Вот. И вы получите вот с этих с 2 гектар 100 тонн и полностью закройте потребность города Оренбурга. И либо вы будете с 2 гектара выращивать, и кроматные затраты. Знаете, то есть, интенсификация технологии, она позволяет сконцентрировать усилия на небольшой площади, но при этом получать качественные продукции, вот, при меньших затрат. Вот. Но для этого, конечно, нужны определённые знания, умения, опыт, практика. Вот. И агрономы наши вполне по силам, если они, как говорится, хорошо подготовлены, а я думаю, что они хорошо подготовлены, вот, и они могут это всё реализовать. Вот. Так. Ну, теперь дальше пойдём, если у нас время есть ещё. 2 минутки, да. Ну, дальше я хочу что сказать, что плодоводство. У нас есть станция садоводства виноградовства. Там она занимает, у нас входит тройку лидеров. Вот. И на этой станции выращивается, испытывается, создаётся перспективные подгои, сарта, гибриды и так далее. Вот. И аспирантов подготавливается. Там учёные работают. Они сотрудничают вот с нашей карты. Но заведующий этой станцией, ну, киларий Александрович, куда-то, естественно, опыт. Ну, опыт, сколько в этом направлении. Вот. И если вас, как бы, вот, интересует что-то в этом направлении, то можете будет обращаться на эту станцию. Ну, в своё время работал вот на этой станции Фёдор Ильич Шатилов. Он вывел граватное количество сортов и награды. Его коллекция сейчас на счёт 200 сортов. Вот. И сейчас наши специалисты как раз вот работают с его коллекцией, чтобы её, как бы, реализовать в практику те сорта и гибриды, которые будут выращиваться в нашем области. Ну, и по плодовым культурам и по ягодникам очень интересно, много полезного. И если вы будете работать, то в этом направлении жизнь станет прекрасней, интересней. Вот. Появится смысл жизни. Вы найдёте себя. У вас, в общем-то, всё получится. Давайте это дальше. Спасибо большое, Михаил Иванович, за эти занятия. Есть ряд вопросов. Первый уточняющий. Вы не раз сорт Инфава. А сорт чего это? Ну, это сорт картофеля, он скороспел. Он используется, вот, одно время поступал к нам из, ну, европейских стран, и потом мой товарищ, кто попротив внимания, говорит, это очень хороший сорт, он наиболее скороспелый. Вот такой светлый у него оболочка. Вот он рано формирует, фактически уже где-то в середине июля он может добавить ранний урожай. Ну, вообще у нас специалистов чистостых, Николай Павлович, он в этом направлении более подробно, да, может. Да. У нас уже будет занятие к врачу на картофеле, поэтому это уже наша часть мигнаров, думаю, в курсе. Просто это немножко запамятное. Вопрос следующего плана. Какие культуры преобладают в вращивании в теплицах в Олимпульской области? То есть, что, большая часть, люди уже показали, мы видели, да, несколько цветов, а что, кажется, овощной культурой? Ну, овощные можно выращивать только те, наиболее, которые требуют больших затрат тепловой энергии и многоспоровой. Это, прежде всего, огурец, он 70%, он томат где-то процентов около 15 занимает. Ну, также врачи, как зеленые культуры, салат, шпинат, укроп, вот, перец выращивается, баклажан, вот. Вот набор. Ну, есть и другие культуры, конечно, которые и лекарственные, и цветочные, и овощные, которые можно при желании, также и субтрактической культуры, и лимоны можно выращивать, и прочие. Но они требуют соответствующего подхода каждой культуры и знания технологий врача. Спасибо. Спасибо. Школьник Андрей, спрашивает, опять-таки, по теплицам. Условия выращиваем в тепличном способе. Какие дают преимущества или недостатки, кроме цен, кроме оклада, то есть кроме денежных расходов? Какие плюсы и минусы? Ну, Андрей, здесь плюсы и то, что мы получаем продукцию тогда, когда ее нет в открытом грунте. Она свежая, она ароматная, она не обработана консервантами, она выращена в наших условиях, она наиболее полезна. Вообще, все плоды и овощи, которые выращены в условиях Оренбургской области, они больше всего подходят для жителей нашей области. Потому что вообще рекомендуют врачам то, что растет ближе всего к вам. То, что любое овощи обладает набором микро и макроэлементов. Соотношение этих элементов, они играют немаловажную роль в здоровье человека. Если они близки по структуре, на той территории, в которой вы проживаете, то, как правило, здоровье у вас будет лучше. Поэтому рекомендуется, в общем-то, увлекаться какими-то заморскими там овощами и, в общем-то, питаться как-то изысканно там. Чем проще питание, тем оно приближено к нашей земле, тем у вас лучше будет здоровье. А что касается других преимуществ, ну, преимущество, то, что, конечно же, мы заботимся о здоровье в зимний период. Нужно 25 кг овощей еще набрать, чтобы ежегодно человек потреблял. К сожалению, конечно, если сейчас цены в силу того, что нам не хватает еще, они ограничены, ограничивают возможности человека. А если будет у нас 400 кг, то, конечно, цена будет соответствующая. И все не будет доступна. Вот так вот. А следующий вопрос от Евгения, сельскохозяйственской школы. Какой сорт томата самый крупный? Ну, есть, вот, как он, память Волкова. По-моему, он как раз космонавт Волков, так называется. Чуть не до килограмма такой томат. Вот это для открытого уровня. А так вот гибриды томата. Это конкретно надо вот смотреть. Есть вот фирма Гарвич, я уже вам говорил, проспект. И здесь вот указаны, допустим, срок созревания, масса. Вот смотрю, это терминанты томата, которые используют еще в мульти. Вот, допустим, есть такой вот краснобальки, рыжач, чесно, гибрид. У них 250-250 грамм, крупно-плодные. Ну, я знаю, вот Вестон, Вестон есть голландская, надо 500 грамм. Ну, собственно, особо-то громадные томаты, они, конечно, вкусные, но слишком большой плод тоже, что его транспортируют. Но для себя вырастить, конечно же, можно. Есть томаты гибриды, которые универсальные, которые можно для открытого грунта применять тоже классно. Но я вам предпочитаю, допустим, для открытого вот такие универсальные, которые имеют форму перцевидной, допустим, такие вот перцевидные томаты. Они сорта, так и называются, перцевидные. Он и плотный, и он и хороший по вкусу, и консервный, понимаете. И желтый томат, вот, окрашенный. Ну, вот здесь вот еще детерминатный для пленышной теплицы, для открытого грунта. Ну, наверное, самый крупный, сейчас я вам скажу, название. Так, для открытого грунта. Тамерлан в гибриде. Пленка, открытый грунт. 140-150 грамм. Самый большой. Ну, больше этого не надо. Но ценность его была. То, что, во-первых, он крупный был, тамерлант. Потом он устойчив к вирусу. Добачки, азарики, пневматоди, фузариозы, плодоспориозы. То есть, массовое преимущество. Товарность хорошая. Жаростойкость высокая. Степень легкости плана. Ценность. Вот такие. Спасибо. И еще вопрос. А есть ли в Олимпульской области плодовольство в промышленных масштабах? То есть, в сады, в подовольство, что-то еще? И какие культуры украшения? Ну, если говорить о плодовольстве, конечно же, это промышленная культура. В какой-то мере, вот, агроферма Краснополоская. У них там сад несколько садов. Вот, они за ним ухаживают и, в принципе, производят там продукцию. Вот, и я вот собираюсь в этом продукте на практике, чтобы студентку увезти, поработать там, посмотреть, может быть, чему-то научиться. Вот, если вы не получите эти звания. А что выращивают? Ну, они выращивают яблоки, летние, там, осенние, вот, сорта. Такие, как и среднелетние, которые были удачные. С моей точки зрения, это, вот, июльский чермен для нашей области. Он крупный такой, окрашенный. Здесь у меня есть там электрон, понимаете, я просто здесь бесстать не стал. Вот, и, допустим, еще какие, можно, грушовка московская. Ну, грушовка, она, грушовка, она, конечно, уступает. Дочь паркировки, паркировка. Санцедар очень хороший. Ну, из осенних, вот, она, в общем-то, считается спарта очень хороший сорт. Он, как бы, сентябрьский. Из зимних сортов. Кутузовец бы отметил очень хороший сорт. Синап северный. Вот, кутузовец, у него огромный округлый яблок, все равно такой, с пятнышками, по своей качественной стучке. И синап северный, он такой конический, синапо-медлой формы, желтый яблок. Вот. И спартан – это, вот, тоже зимний сорт, который, в общем-то, где-то, в декабре лежит, он, красный, такой, красный. Хороший вкусный. Намерной такой, яблочко-намерный. Хороший сорт. Груши хорошие есть. Вот, и, вот, среди груши я бы отметил, вот, красуля чижовская, вот, москвичка, московская, память Шигалова. Вот. Они в наших условиях могут давать. Это, как их, Лукашев был, сельсионер. Вот, он работал, вот, в свое время, как ученик-ничурин. И вот, их, Лукашев, называют исключительно хорошие сорта. Я в свое время их прекрасно являюсь в академии, станции, садов, и, вот, их посадил. Они очень хорошие, такие же, как южные груши. То есть, ассортимент можно плодовых пунктов у нас расширять. Вот. Но работа и обликоз у нас хорошие дают результаты. Вот. Просто нужно работать в направлении укропнений ему. На востоке области есть довольно крупные формы до 30 грамм. 28-30 грамм. Конечно, он не европейский, тот 60 грамм. Но, если селекцией заняться, то можно лучше. То есть, в этом направлении работы идут на станции садов. А если это взаимосвязь с изменением, может быть, климата, теплее, становится холоднее и появление культуры, так ли было 20-х годов? Было ли возможно 20-х годов? Было ли возможно 20-х годов? Боречный выпуск обликоз, скажем. Вы знаете, обликоз – это культура, которая может выдерживать и минус 50, и даже минус 55. И поэтому есть формы кавказские, европейские, азиатские формы, есть китайские формы. Вот наиболее морзостойкие – это у нас как раз китайские формы. Они поддерживают очень низкие температуры. Поэтому мы, если одного из родителей будем использовать как раз с востока, мы получим формы, которые могут в условиях резко перепадать температуру, давать хороший урожай. Поэтому пути здесь есть, хорошие пути, которые позволят решить эту форму. Ну, что касается персика, допустим, персик тоже, говорят, можно, но у меня есть один знакомый, он дипломник и ко мне все собирался, так и не закончил. Но он увлеченный очень человек, и работает с субтропическими культурами, и он говорит, что персик у нас тоже может давать. Но я, правда, пока вот сомневаюсь, что все-таки эта культура очень теплолюбивая, она минус 25, и ниже какой длинею это пройдет. Но изменение климата мы в селекции, конечно, должны учитывать, что климат непостоянен. Всегда закладывать это в гены, тем более сейчас такие методы есть, которые генетические анализы. Он позволяет закладывать и устойчивость к болезни, и устойчивость к низкой температуре. То есть вот по генам смотреть. Если есть генустойчивость, значит вот эта вот форма, она позволит решить этот вопрос. А если нет, значит не стоит рисковать, это просто потеря будет лишней. Напоследок можно довольно-таки смешной вопрос, пришел от публики. Можно ли вырастить в Оренбурге киеве? Киеве можно вырастить, но только надо ее в теплице выращивать, либо ее в кровной культуре, потому что она все-таки это не выдерживает низких температур. А киеве растет на дереве или как? Нет, ну это ливана, так же как виноград, вот ее семенами посевает. Я как-то одно время у лёса тоже взял из пленки черные семена, их посевал, вот нашла сплошная кушонка. Но потом что-то не некогда, и так этим не заняться. А так киеве можно выращивать. Спасибо. Спасибо большое за интересное занятие, за ответ на англосы. Я думаю, всем было интересно. Будем рады видеть наших школьников, участников в четверг в нашем учебном занятии. Еще раз спасибо. Спасибо.